АПЛОДИСМЕНТЫ Именно это место зимой 1992-го стало последним пристанищем для легендарного Мушни-Хварцки. Шел четвертый месяц войны. После громких поражений на Бзыбском и Гумистинском направлениях противник потерял надежду на быстрый захват Абхазии. Абхазские солдаты, напротив, поверили в себя и возможность нашей победы. И это настроение в них воспитывали и утверждали такие командиры, как Мушни-Хварцки. Трудно переоценить его вклад в освободительную национально-освободительную борьбу нашей страны. Человек, который сгорел полностью, отдав себя целиком ради благосостояния нашего государства. АПЛОДИСМЕНТЫ Страницы геройской жизни Мушни-Хварцки лучше всего помнят самые близкие ему люди. Те, кто бок о бок прошли с ним отечественную войну народа Абхазии. Кавалер ордена Леона Беслан Джинджолия командиром группы Мушни-Хварцки стал сразу после его гибели. Мушни-Хумсаевич сам завещал так поступить, рассказывает Джинджолия. Трагический день 6 декабря. Навсегда врезался в его память. С права идет один и кричит, чтобы все слышали противники. Первая рота слева, вторая справа, как сегодня помню его эти слова. А он шел один, просто наводил страх на противника. Поднялись мы на эту сопку. Вроде мы ее уже взяли, почти можно сказать. Фактически вот о том месте мы все собрались. Слева шла наша группа, еще одна. Как бы они еще не дошли. И Мушник говорит, возьми несколько человек с собой. Встреть наших ребят, чтобы друг друга уже не перестреляли. Уже смеркалось, почти уже темно, можно сказать. Ну, темнеет, уже смеркается. Я отошел с ребятами, метров 5-6. И он крикнул мне, Беслан, работай, лежа. Они рядом. Я остановился на колено и услышал звук чеки. Чека сработала гранатой. Граната полетела, упала сзади нас. От взрыва погиб Мушник, я получил ранение. Увидел, как противник, даже который кидал гранату, как отходит. Ну, мы... Как бы он не ушел, никуда не ушел, он лег там. Самое обидное, рассказывают однополчане, что к моменту трагической гибели Мушник стратегически важная сопка уже практически была взята. Мне крикнули, помоги, Мушник ранен. Я подполз, там метров 8-10 от нас это все было. Он лежал. Я подполз, он лежал, уже умирал. Перевернув, я понял, что он получил смертельное ранение. У него один глаз был уже закрыт, другой открыт. Ну, как бы, как бы, как бы, закрыл ему глаза, отстреливались. Мы еще долго сразу не смогли мы, как бы, вывести, вынести его, потому что бой разгорелся с новой силой. Ну, скоротечный был он. Мы просто обидно. Фактически мы уже взяли эту сопку, когда это все произошло. В этом же бою, ставшем роковым для Мушник-Варския, участвовал и нынешний первый замминистра обороны Беслан Свижба. Его противник ранил несколькими минутами ранее. Свижба вспоминает, как тяжело переживали солдаты весть о гибели того, кто вдохновлял на победу, помогал в бою и был рядом всегда. Это, конечно, была большая утрата для не всех, для нас всех, потому что такого героического человека, как Мушник-Варския, ну, рождаются, наверное, в сто лет один раз. Потому что говорить о Мушник-Варске – это долго, потому что это история, история нашего государства, история, современная история, история наших вооруженных сил. Мы будем помнить и чтить память о нем. На открытии памятника присутствовали и многие члены семьи Мушник-Варския, в том числе его сын и внук, тоже Мушник. Десятки статей, фильмов, очерков и репортажей написаны и сняты о Мушник-Варске. Его не разрисовали. Его знаменитое интервью, данное незадолго до гибели, давно разобрано на цитаты. Ведь до самого последнего вздоха он верил, абхазский народ возродится в новом, лучшем качестве. Илана Казамбаса, Сракла Гухава, Абаза ТВ.